Здравствуйте! В эфире детские новости. В студии для вас работает фабрика звезд. И тема сегодняшнего выпуска, герои именами которых названы улицы города Крымска. Григорий Иванович Котовский, советский военный и политический деятель, участник гражданской войны, его именем названа улица в Крымске. Родился 12 июля 1881 года в Молдавской республике. В целом, широкая известность Котовского объяснялась не сколько его полководческими достижениями, а сколько умением создать образ народного героя и заступника. Починенные не чали в нем души, а мирные жители приходили к нему со своими нуждами. Приняв в 1922 году командование вторым кавалерийским корпусом, Григорий Иванович превратил эту воинскую часть в некое подобие маленького государства страну Котовию. Его бойцы создавали всевозможные артиллерии, кооперативы и коммуны, организовали собственные заводы, магазины и совхозы. Умер Григорий Иванович 6 августа 1925 года. Столицы Молдавской автономной республики Берзулу переименовали в Котовск. Улицы, названные его именем, есть в России, Украине, Казахстане, Молдове, Белоруссии. Кстати, побритую голову иногда называют стрижкой под Котовского. Александр Иванович Покрышкин родился в 1913 году. В Новосибирске в его честь установлены памятник и бюст. Именем Покрышкина названы улицы во многих городах. В Краснодарском крае памятник Покрышкина был одним в городе Краснодаре. А 6 марта был открыт и второй. В 24-й школе города Крымска установлен памятник и присвоено почетное звание трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Крымский район выбран не случайно. Именно здесь во время боев над Голубой линией Покрышкин сбил около 30 вражеских самолетов. Воздушное сражение над станицей Крымской стал для него поистине звездным. А носить имя трижды Героя Советского Союза от нынебудь не только 24-я школа города Крымска, но и музей краевого значения, который в настоящее время сейчас устанавливается на базе этой же школы. Всем нам хорошо понятна одна старая истина. Страна, которая не хочет знать своих героев, не имеет своего будущего. Во многих городах улицы носят имена своих героев. Так и у нас в Крымске. Одна из улиц названа в честь Дмитрия Андреевича Фурманова. Это советский писатель, революционер, военный и политический деятель. В 1919 году комиссар 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Чапаев. С августа 1920 года Фурманов на Кубани, где в качестве комиссара участвуют в военной операции по разгрому Брангелевского десанта, за что награжден Орденом Красного Знамени. После Гражданской войны Фурманов занимается писательской деятельностью. Одни из лучших произведений это Чапаев и Роман Митеж. Синёв Яков Михайлович родился в 1912 году. 9 мая 1943 года отдельный гвардейский батальон автоматчиков 9-й гвардейской стрелковой бригады, в котором служил Синёв, получил приказ перейти в наступление. Шли бои за станицу Крымскую. 25 октября 1943 года Якову Синёву Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В честь Якова Синёва Михайловича названа центральная улица города Крымска. В городе Крымске в районе третьей школы и консервного комбината находится улица Ворошилова. Назвали её в честь Героя Великой Отечественной войны. Климент Ефремович Ворошилов маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой социалистического труда. Родился 23 января 1881 года в селе Верхнее, в семье железнодорожного сторожа. С детского возраста работал, закончил два класса земской школы. Во время февральской революции 1917 года вёл подпольную партийную работу, неоднократно подвергался аресту. Иду я по улицам нашего города, читаю их названия и думаю, наверное, нет ни одного города, где нет бы именных улиц. Некоторые улицы названы в честь известных писателей, поэтов. Некоторые в честь композиторов, а некоторые в честь политиков. Другие улицы носят названия тех героев, которых мы не знаем. И поэтому я вам хочу рассказать о маршале Гречке. Она названа в честь Андрея Антоновича Гречка, советского военачальника, маршала Советского Союза, героя Советского Союза. С января 43 года он командовал 56-й армией, которая освободила оборону Краснодару. Потом вместе с 9-й и 18-й армией они освободили Таманский полуостров. В нашем городе на улице Гречка стоит гранитный камень с надписью, что Крымский район был освобожден под командованием генерала Гречка. Я считаю, что знать о людях, именами которых названы улицы, то можно знать историю и народ своей страны. Для вас в студии работала фабрика звезд. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова